Ситуация с подъемом уровня Амура действительно напряженная. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук совершил рабочую поездку и узнал, насколько готов город к разгулу стихии, как ведутся работы на значимых объектах. Подробности в сюжете Павла Игошина. До конца месяца мы до переезда проложим, переход через переезд. Мы сейчас идем в сторону прогрессивной. Да, да, да. Правильно. Подъем уровня воды в Амуре не помешает большим городским стройкам. На участке водовода для района Красная речка продолжаются работы. Уже освоено почти миллиард рублей. И есть уверенность стопроцентная, что в 2020 году объект будет сдан и люди будут обеспечены. Что это за собой влечет? Чисто с бытовой точки зрения у людей уменьшатся расходы на приобретение фильтров для очистки воды, на приобретение бутилированной воды. По графикам и по планам сдачи этого водовода декабрь 2020 года, но я думаю, что мы его сдадим намного раньше, потому что сегодня уже идут работы с опережающими темпами. И если ситуация с возведением водовода под контролем, то с подъемом уровня Амура не все так однозначно. Жители домов на улице Приемной в индустриальном районе волнуются. Было не страшно? Сейчас что-то уже стало страшно. Ну, обещают не выше 6,8, но 6,8 нам не страшно. Мы 8,2 пережили здесь, хотя и дамбы отсыпали, но 6,8, еще раз повторяю, это не так страшно. Но, тем не менее, огород уже может подтопить. Мэр дал указание сотрудникам администрации индустриального района оповестить жителей о надвигающейся угрозе. Дома все обошли, да, конечно, всем предупреждения выписали, всем... То есть здесь уровень воды еще метра полтора нам хватит, чтобы вода не пришла на земельные участки. А так обязательно всех обойти. На Богачевой ремонтируют ливневый коллектор. Он поможет отвезти воду с улиц индустриального района после продолжительных дождей. С помощью специального насоса будут освобождаться от воды колодцы и ливневки. Опыт прошлого наводнения показал, что эту позицию нужно укрепить. В 2013 году осадки топили город. Амур уже не топил, а осадки топили, потому что вода никуда не уходила. Поэтому вот такая работа здесь у нас сегодня происходит. И мы сегодня ее закончим и будем работать. А впереди мы, как знаем по прогнозу, практически неделя осадков. Также мэр проверил готовность насосной станции в районе Арины Ерофей. Она поможет справиться с ливневыми стоками. Службы отработали, я считаю, на хорошо. Смонтировано все оборудование. И я уверен, что наводнение или паводок, мы его будем называть, мы пройдем успешно. И последствий для народного хозяйства, для города мы не увидим. Павел Игошин, Евгений Власов. Смотри Хабаровск.